Наблюдая за отзывами и комментариями читателей и зрителей, я сделал один вывод. Оказывается, окошко даты в часах многим доставляет страдания. А дело в том, что зачастую при темных циферблатах диск даты остается белым, и этот белый прямоугольник некоторых буквально раздражает. Возможно, в этом и есть что-то неестественное. Ощущается какая-то лень производителя, причем даже там, где проделанная работа заметна. Я обратился к нескольким каталогам часов, пробежался и могу сказать, черных окошек тоже полным-полно. И это совсем не редкое явление. Важно, что это как элемент стиля встречается в стильных фэшн-часах, типах Yuga Boss или Armani. Но и у брендов часов черные диски систематически попадаются. Например, у Seiko. Тут вам и мощный кварцевый хронограф с центральной стрелкой в цветах Pepsi, или новые стальные пилоты, также кварцевые. Причем вы видите, здесь уже раскрашен диск и числа, и дня. Аналогично поступили и с календарем 4R36 в дайверской механике с прекрасной мятной стрелкой. Так что видно, что для Seiko это никакая не проблема и не усилие. M4 Satariant также не поскупился на усложнение. И вдобавок к 200 метрам с Апфиру мы вновь получаем черный диск даты при черном циферблате. И на самом деле проделывают такое реально многие. Из недавних гостей канала швейцарские часы, Луи 16-й. Швейцарский же Авиатор. Вновь швейцарский Люминокс. Но я не призываю вас думать, что такое может себе позволить только Свис. Ведь сделав шаг назад к японцам, мы вновь обнаружим черную дату в Эдифис. Причем такой бонус, кажется, не оказывает особенно сильного влияния на стоимость. И черный диск появляется как в престижных Омега, Ланжин, так и в более массовых Мидо, Тесо. Черный диск небольшая редкость. И я даже вынес эту проблему со многими примерами на сайте, в отдельную статью, ссылка на которую будет ниже. Так что в целом мы могли бы и не останавливаться. Но вот ведь что важно. На самом деле нас беспокоит не белый диск даты, не черный диск. А диск не в цвет циферблата. И тот же Ланжин хорошо иллюстрирует эту проблему в тех же Спиритах. Подобное расхождение есть у Цепелин. Диск-то черный, но он все равно выбивается, потому что циферблат синий. А вот раскрашивают в топ уже как раз не все. Очевидно, первый пример, который придет на память Омега, который реально этим занимается. Синяя дата есть в Симастерах. Он в фактурных мастер-хронометрах. Но платить полмиллиона за синий диск, эта проблема решается по-разному. Кто-то делает синий цвет более синим. И тогда черный диск не шибко выделяется. Ну или просто закрывает глаза на то, что гамма не соблюдена. Кто-то стремится выдержать все в едином цвете. Опять же, те же пилоты Сейка, кажется, используют все же один цвет. Интересный пример, который мне попался М2З. На сейковских же калибрах, где для NH35 сделали синие окошки. Ответственно подошел к визуальной проработке, кстати, Норкайн, который вы ругаете. И позаботился о том, чтобы цвет календарного усложнения соответствовал цвету циферблата часов. Синий диск даты есть у Брайтлинг. А вот дальше дела обстоят сильно хуже. Особенно, когда дело доходит до кричащих расцветок. И даже те часы, которые подавали надежды, типа Сейка, Ориент, уже заморачиваться перестают. Так что, если рассмотреть часы с яркими циферблатами, красным, оранжевым, желтым, то либо дата белая, либо черная. Пожалуй, интересный пример, где диск выглядит в тон. Вновь часы-авиатор. Причем, здесь уже и премиальность бренда роли, похоже, не играет. Что оранжевый Rolex, что оранжевый Citizen. Кажется, что последний шанс обрести гармонию зеленый циферблат. И действительно, тут могли бы встретиться хорошие тональные часы. Но, похоже, вновь это будут часы-авиатор. Впрочем, зеленым надо быть осторожным. Даже там, где на фото вам может показаться зеленый диск, он, скорее всего, будет черным. Я обратился за помощью в Уолтайм, что-то увидел сам, что-то мне сфотографировали. И да, Куэрва и Баухаус черные диски. И таким образом, наверное, можно перейти к некоторым итогам. Действительно, самый базовый и массовый – это белый диск усложнений. Но производители стремятся добиваться большей гармонии. Лучше всего это заметно на черных циферблатах. А затем определенная систематичность прослеживается в синих часах. Дальше, пока все черно-белое. Что, впрочем, кажется даже немного странным. Потому что примеры тех же красных дисков мне в Уолтайм нашли. Это Swiss Military, включая Big Data. Но тут беда обратная. Диск-то красный, а вот циферблаты все равно не в тон. Спасибо за внимание.